Приветик всем! В сегодняшнем видео я вам покажу, чем питаются солдаты США, когда они на поле. Я почему-то всегда, наверное, три года, как я с мужем познакомилась, я почему-то всегда думала, что у них еда, как у астронавтов, из пакетов, где высасывают. Я так всегда думала, пока муж мне не принес их еду, она такая вот, это еда в пакетике, и она хранится 40 лет. И сегодня мы с вами откроем и попробуем сделать эту еду. У меня три пакетика. Я это видео хотела уже снять, наверное, месяц назад, я пакетик открыла, когда я его открыла, начала читать, я, короче, все забросила, потому что я ничего не поняла. Но сегодня я попробую. Сегодня я буду концентрироваться и читать, и пониматься на английском языке. Так что так вот они выглядят. Кстати, на сайте dofiga.net или com, или как она там называется, там был такой сборник фотографий именно этой еды. Кто-то там выставил шагом за шагом. Для этой еды ничего не надо, ни плиты, ни огня, просто вода. Это для меня как магия, потому что в химии, в физике я реально, я бум-бум, я ничего не понимаю. Я до сих пор не понимаю, как в компьютере все это передается через какие-то цифры, как, почему у нас все такое цветное, а это все через цифры передается, или как мы разговариваем по телефону, и мы это слышим, как этот звук до нас доходит. Мне тысячи раз объясняли, я вам могу объяснить, как. Я это наизусть знаю, но я не понимаю, я не понимаю. Так что... У меня такой вот пакетик есть. Это у нас меню 16, какой-то порк петти, не знаю. И есть у меня меню 17. Это какие-то свинины, сосиски с чем-то. Но я буду делать меню 20, который я уже открыла. Это у нас спагетти болонеза. Что у нас в этом находится? У нас здесь есть пакетик, в котором мы делаем себе что-то горячее. Кофе. Так, это у нас пустое. У нас здесь пакетик, это у нас претсел. Претсел стикс. Ну, это как бы уже у нас идет десятка, скажем так. Здесь у нас хлеб. Здесь все для кофе, и жвачки, и салфетки. Здесь, я понимаю, самое главное. Макароны с сосом. Потом у нас есть какой-то крейнберрис. А это специальный пакетик, куда мы ложим нашу еду. Добавляем водички. И потом эта вода как-то нагревается. Я не понимаю, как. Она прям как кипяток становится. И делает теплым это. И потом мы можем кушать. Так что это надо все попробовать. Десертик с китом, который 40 лет хранится. Оранжевый сок в виде пудры. Паста сырная. Сырная паста. Ложка. И пеппер соус. Так что давайте приступим. Сделайте по-нормальному. Сначала, что мы делаем? Мы едим, а потом у нас кофе, и потом у нас десерт. Так. Мы должны этот пакет открыть. Я надеюсь, я ничего не испорчу, а то будет как-то тупо. Если он еще открывался бы, а как его открыть? Оно не открывается. Почему? У них что, можете на поле есть? Не понимаю. Ладно. Я возьму ножницы. Мы нашли ножницы. И разрезаем. Я надеюсь, я не сломаю, а то будет обидно. Очень обидно будет. Так. Открыли. Вы видите, здесь такая какая-то штучка, такая какая-то химия. Она нагревает, и потом, короче, не знаю. Так, что тут написано? Угу. 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 Так, нам эта пачка, значит, нужна. Короче, очень все смешно. Угу. Так, если я бы сказала, что МРИ... А, это пачка. Ладно. Ладно. Так, мне эту еду не надо вытаскивать. Ладно. Так, я думаю, я знаю. Нам надо налить водичку. Я наливаю водичку. Попробуем. Это эксперимент. Наливаю водичку. Только докуда? Оно горит. Ого. Я открою окно. Видите? Оно щипит. Оно делает наши макароны. Оно делает наши макароны. Только я не знаю, что мне дальше с этим делать. Написано, в картон надо положить. Ох, пакетик нагревается. Он становится жарким. Я открою окно, а то у нас еще, чтобы не начали этот сигнал. Так, я положила это все в пакетик. Ой, я боюсь. Оно когда перестанет. Здесь даже не написано, как это надо делать. Зато пахнет макаронами. Ладно, мы ждем, пока оно перестанет. Будем ждать, пока перестанет бурлить. Вода все еще бурлит. Я не знаю, вы слышите? Да. Я только не знаю, там не было написано, что делать дальше. Оно перестанет. Блин, надо было спросить мужа перед этим, как это все делать. А то, если это будет фейл, мне придется вторую пачку использовать. Да. Ждем. Ладно, я достала мужу тарелочку. Мы не будем так, как они прям кушают. Я все-таки не в армии, я телевизор... Тивилизованный. Я человек из тивилизации, поэтому мы будем это с тарелочкой кушать. И с этой сиделкой. Ладно, что ж. Оно когда перестанет кипеться? Оно все еще работает? Тогда я знаю, что оно все. Ага. 10-15 минут надо ждать. Так, наверное, уже прошло минут 15. И оно уже совсем не кипит. Так что... Я могу туда засунуть. Так, это наш пакетик. Вода какая-то... У-у-у! Какая-то она грязная, молочная. Так. Как же это сейчас пыль? Оно грязное, черное. Я это помою. Ну так, открываем. О, пахнет хорошо. Оно вообще-то сделалось. Оно горячее. Я не могу давить, потому что... Ну, будем давливать. Оно многое выходит. Так, там еще осталось. Я как раз уже голодной стала. Может быть, с тех пор, как я яичницу села, наверное, два с половиной часа прошло. Так что... Так надо до конца все. О! Да! Последний! Идем на мое любимое место. И будем сидеть и кушать. Вот. А! У окошка. Такой ветер теплый дует. У нас сегодня 26 градусов. Так что... Попробуем. Так, оно вроде... Ммм! Оно горячее. Ммм! Ну, это как замороженная еда, что можно в магазине покупать. Эти спагетти. Вкусно. Это же кусочки мяса. Очень вкусно. Пробежала. Пробежала. Видите, что я кушаю? Ммм! Ммм! Да, ему сухое яблочко. Не знаю, что он будет кушать. Но... Эти макароны я ему не дам. Будешь кушать? Нет, ему не нравится. Ммм! Так вкусно! Столько еды можно в поле прожить. Ммм! Не, ну, реально вкусно. За то, что оно, как бы, не свежее, из пакетика. Оно очень вкусное. Честно. Ну, я, значит, еды особо все равно не такой... Как бы, э-э-э-э. Я практически все могу кушать, и... Замороженое готовое. И такое вот. Вы видели эту магику, да? Просто наливаешь воду, ни огня, ничего, и оно стало теплым. Ммм! Оно даже очень сыто делает. И здесь... 300 чем-то калорий. Так. Попробуем хлебушек. Как его подогреть? Ммм! Возьмем сыр, который как паста, и намажем на хлеб. Сыр выходит. Я кусочек отломаю. Ммм! О, как-то много сыра! Ммм! Слушайте, вкусно? А почему, я думаю, это такая противная еда? Ммм! Попробуем прецел стикс. 100 калорий. На одну пачку. Такие простые. Сухарики, сухарики, сухарики. Попробуем. Крэмберрис. О! Это сухие крэмберрис. Ммм! Я не знаю, как крэмберрис на русском. Нормально. Мне такое не нравится. Попробуем скиттлс. Попробуем скиттлс. Ммм! Это соленые. Не соленые эти. Кислые. Скидтлс, как скиттлс. Так. И что у нас здесь, это пакетчики? Это у нас... Не знаю, что. Здесь не написано. Freeze dried. Кофе. Это кофе. Соль. О! Мокрые салфетки, влажные салфетки. Две жвачки. Сахар. Спички! Они специально сделаны для влажного воздуха. Салфетки. А это крэмберр для кофе. Это напоминает меня детская еда из баночек, когда младенцы, когда им уже по... Сколько там? По... Шесть. Семь месяцев. У них же тоже такое кормишь. Прям запах, такой вкус. Я помню, я у своих сестричек всегда любила брать скушать. Мама меня ругала, потому что эти баночки дорогие. Я такая... Хочу все съесть. Я всегда была рада, когда оставалась. Я доедала, потому что... Это реально вкусно. Я удивлена. Если вам будет интересно, вам... Ну, скажите мне под этим видео. Вам интересно посмотреть еще в остальные пакетики. У меня что-то есть сосиски... 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 Свиньи, не сосиски, еще... Я не знаю, как это перевести на русский. Сосиски... 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 Можно наесть. Я не знаю, что в нем, но оно очень делает сытым. А самое лучшее это скитерсы, которые я сейчас буду доедать. Так что, да. Если вам было бы интересно посмотреть другие пакетики, чтобы я их сделала, то скажите мне. И это все на сегодня. Если вам видео понравилось, ставьте пальчики вверх, чтобы я знала, что оно вам понравилось. Так что, да. Увидимся в следующих видео. Пока!